В отделении рентгенхирургии Елизавета Шубаева работает второй год. В Сочи она приехала из Нижнего Новгорода во время подготовки курорта к Олимпиаде, когда городу нужны были специалисты. Медсестра уже с почти шестилетним стажем работы недавно прошла курс обучения по работе с ангиографом. Эта установка позволяет менее инвазивным способом провести диагностику и лечение сосудов сердца, головного мозга, нижних конечностей и других органов. У нас идет в основном как помощь хирургу во время операции, то есть припасание расходного материала и помощи в операции. То есть нужно знать, какой катетер идет, какой размер, правый или левый, то есть какой проводник, вот это у нас и обучали, то есть и как правильно с ним обращаться. Имея необходимую для проведения операции базу знаний, медсестра становится вторыми руками хирурга, которые просто необходимы при проведении коронарографии или стентировании сосудов. Эта операция проводится путем заведения катетера через артерию и может длиться от 50 минут до 3 часов в зависимости от того, сколько сосудов нуждается в лечении. И одна допущенная ошибка может стоить пациенту жизни. Если раньше мы старались работать с ассистентом, со вторым хирургом, то сейчас при определенном навыке работы с сестрой операционной даже этого не требуется. В принципе, ты протянул руку, что-то взял, ты просто сказал, посмотрел. Если сестра все знает, ход операции, механизмы работы, алгоритм, тогда работаешь совершенно спокойно. Определенные знания нужны не только операционным сестрам, но и тем, кто работает с внутривенными инъекциями. Ольга Фурсова – единственная медсестра в Сочи, которая прошла курс обучения по лечению биологическими геноинженерными препаратами. «Маптеру мы вводим дозированно через инфузомат капельно, то, что позволяет пациенту его хорошо переносить». Геноинженерный препарат активно используется в ревматологии. Он вводится пациенту при помощи специального аппарата, позволяющего правильно дозировать лекарства и минимизирует появление побочных явлений. «Мы видим просто замечательный эффект. Больные становятся трудоспособными, у них активность процесса значительно уменьшается. Ну и, естественно, это мы расценим как улучшение течения заболевания». Лечение суставов с применением таких препаратов в 4-й городской больнице прошли уже около 30 человек. А благодаря высокому уровню знаний операционной сестры проведено уже более 100 успешных операций на сердце. И программа по обучению специалистов со средним медицинским образованием будет продолжаться.